Ничего не изменится. Я так и сказал. Понятия не имею, скажи мне. Я бы не доверял тому, кто сказал тебе это. И это еще не все, поверь мне. Я так и сказал. Я лучше не буду вмешиваться. Никогда бы не подумал. Путь добродетели, трудин и тернист. Ничто не изменит это. Я бы так не смог. Как будто у меня бюджет ломал о проблеме. Я тоже так считаю. От этого будут одни проблемы. Никто ничего не хочет знать. Ты уже знаешь, что я думаю. Да, ты должна меня найти. Все об этом знают. Я принес тебе еще таблички. Отлично. Вот. Возьми в награду несколько зелий. У меня и так хватает проблем. Это не новость. Так может продолжаться вечность. Это действительно правда. Он не заслужил этого. Я слышал другое. Почему они не слушают меня? Ты что, вступил в ополчение, да? Мне, в общем-то, все равно. Лишь бы ты помимо орков и бандитов охотился так же и на волков. Я принес несколько шкур для тебя. Волчьи шкуры — это хорошо. Шкура варга — это опасные звери. А это что за шкура? Черт побери! Я снял ее с тролля. Это? Она стоит целое состояние. Отличная работа. Заходи ко мне еще, когда у тебя будут шкуры. Я бы сделал это по-другому. Но вместе с ним были смыты деревья и волосы. Это было очевидно. Я лучше не буду вмешиваться. Это плохой бизнес. Обстановка в долине рудников очень тревожит меня. Но мы разработаем план, чтобы преодолеть все опасности и вытащить наших парней оттуда вместе с рудой. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я обучаю только последователей нашего ордена. Он слушал митях людей. Я бы так не смог. Это не мои проблемы. Первый раз слышу об этом. Это все сплетник. Слышал что-нибудь интересное? А потом какой-то честный человек нашел этот лук и вернул Босперу. Это странно. В наше время обычно никому нет дела до других. Но этот парень Сан зашел к нему и вернул лук. Но он настаивал, что ему лучше знать. Ты можешь продать мне отмычки? Если еще остались. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Я слышал другое. Это плохой бизнес. Как дела? Ты хочешь сразиться со мной еще раз? Я думаю, за это время я стал лучше. Я хочу сразиться с тобой. У тебя есть 50 золотых? Вот. Держи. У нас новый боец. Ставки сделаны. Ты готов? Подожди секундочку. Как хочешь. А я начинаю сейчас. Я слышал другое. Он слишком много болтает. Я слышал другое. Если бы я не видела это собственными глазами... Но он настаивал, что ему лучше знать. Совсем жизни не стало. Если он этого не видит, я ничем не могу... Слушайте, жители Харриса! Моя голова! По прямому указанию... Ох, парень! Ну и удары у тебя! Вот твои 100 золотых. Ты заработал. Кузнец-наемник Беннетт, вероломно убивший паладина Лотара... Я принес твой меч. Отлично. Интересно, осмелишься ли ты вызвать меня теперь? Слушайте, приговор будет приведен в исполнение в ближайшие дни... Я хочу сразиться с тобой. У тебя есть 50 золотых? Вот. Держи. У нас новый боец. Ставки сделаны. Ты готов? Иди сюда. Посмотрим, на что ты способен. Он не может... Но он застаивал, что его не нужно. Это секрет. Это не новость. Ему нельзя доверять. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Я видела это сама. Ох, моя голова. Слушайте, жители Хориниса... Ох, парень, ну и удары у тебя. Вот твои 100 золотых. Ты заработал. Узнец-наемник Беннетт, вероломно убивший паладина Лотара, объявляется проклятым от имени Иноса. Держи. У нас новый боец. Ставки сделаны. Ты готов? Иди сюда. Посмотрим, на что ты способен. Он почти не отдыхает. Сейч! Как он ему дал? Это секрет. Я слышал другое. Как это типично для него, правда? Он сам бы никогда не додумался. Как это типично для него, правда? Ох, моя голова. Кто-то должен делать. Ох, парень. Ну и удары у тебя. Вот твои 100 золотых. Ты заработал их. Как это типично для него, правда? Я хочу сразиться с тобой. Мне кажется, ты побеждаешь слишком часто. Не пойми меня неверно, но моя башка все еще гудит после прошлого раза. Заходи позже. А пока я потренируюсь. Он не может угодить всех. Слушайте, жители Хориниса. По прямому указанию доступчивого лорда Хагина, сегодня вступает в силу... Он почти не будет. Это было всегда очевидно. Если все будет по-другому. Все об этом знают. Не хочу иметь к этому никакого отношения. Это все сплетно. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь не вернется. Я достал у лорда Хагина пропавший орнамент. Видишь? Я же говорил, что он уполагировал. Ив Мудра сделал это. Я был в твоей хижине в долине рудников. Так значит, она еще стоит. Ты нашел его? Ну, если ты имеешь в виду мешочек с кусками руды. Да. И все, что создал Иноса, было Беара уничтожено. Он у тебя с собой? Я дам тебе сто золотых за него. Но Аданас понял, что так не будет существовать ничего. Ни света и ни тьмы. А почему ты вообще оттуда ушел? Я и не думал, что в Харинесе руда стоит так много. За такой жалкий песочек руды в колонии ты бы и место, где поспать, себе не выбил. А в портовом городе тебе без лишних сомнений раскроют череп, если узнают, что при тебе есть руда. Но там, где стоял Аданас, ходилось место, где ни у Иноса, ни у Беара не было силы. Давай мне сто золотых, и я отдам тебе твою руду. По рукам. Вот деньги. Ты настоящий друг. Спасибо огромное. И так было создано море. Это море освободило землю. И появились различные... Проваливай, каторжник. Контар рассказал мне, какой ты грязный ублюдок. Я видела это сама. Ты заключенный, сбежавший из горнодобывающей колонии. Проваливай. Я видела это сама. Я не верю в это. Ты каторжник из колонии. Я ничего не буду тебе продавать. Это секрет. О, опять ты. Почему ты не в тюрьме? Меня отпустили. Как я уже говорил тебе, я очень влиятельный человек в этом городе. Теперь все торговцы узнали, что ты беглый каторжник. Какая жалость. Теперь ты не сможешь купить на рыночной площади даже куска хлеба. Я могу, конечно же, уладить эту проблему для тебя. Это будет стоить, скажем, 500 золотых монет. Все будет только хуже. Ты готов заплатить? Я ей больше ничего не скажу. Он слишком много болтает. У меня нет с собой столько денег. Тогда добудь их. Я не могу делать это. Все об этом знают. Он слишком много болтает. Я ей больше ничего не скажу. Кто это сказал? Покажи мне свои товары. Им не стоило допускать, чтобы все дошло так далеко. Теперь вот один из наемников убил паладина. Что-то подобное обязательно должно было случиться. Ладно, не говори мне об этом. Он не может угодить всем. Ему лучше заткнуться. Он слишком много болтает. Все об этом знают. Я не верю в это. Я всегда не догадываю. Но это ужасно. Мой муж думает по-другому. Все об этом знают. Не говори об этом никому. Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать? Не говори об этом никому. Я ей больше ничего не скажу. Кто-то должен делать это. Мой муж думает по-другому. Он не может угодить всем. Как это типично для его правил. Кто-то должен делать это. Ты хочешь сказать? Ладно, не говори мне об этом. Если бы я не видела это собственными глазами... Кто это сказал? Ты хочешь сказать? Я бы всегда это говорила. Но это ужасно. Он почти не отдыхает. Ладно, не говори мне об этом. Все об этом знают. Кто-то должен делать это. Он не может угодить всем. Ему нельзя доверять. Он слишком много болтает. Мой муж думает по-другому. Я всегда это говорила. Он слишком много болтает. Он слишком много болтает. Он слишком много болтает. Я не верю в это. Я не верю в это. Не говоря об этом никому. Он слишком много болтает. Ему лучше заткнуться. Ну, это ужасно. Если бы я не видела это собственными глазами... Не говори об этом никому. Как это типично для него, правда? Я ей больше ничего не скажу. Все будет только хуже. Не говори об этом никому. Ты хочешь сказать? Я видела это сама. Как это типично для него, правда? Мой муж думает по-другому. Я слышала другое. Я ей больше ничего не скажу. Я слышала другое. Кто это сказал? Я слышала другое. Кто это сказал? Ему нельзя доверять. Я видела это сама. Я видела это сама. Как это типично для него, правда? Мой муж думает по-другому. Совсем жизни не стало. Мой муж думает по-другому. Но это ужасно. Совсем жизни не стало. Это секрет. Это секрет. Совсем жизни не стало. Я слышала другое. Я не верю в это. Ему нельзя доверять. Это секрет. Кто это сказал? Не говори об этом никому. Я слышала другое. Но это ужасно. Он слишком много болтает. Он слишком много болтает. Он не может угодить всем. Я ей больше ничего не скажу. Я всегда это говорила. Это секрет. Ему нельзя доверять. Кто это сказал? Это секрет. Кто-то должен делать это. Ему нельзя доверять. Ладно, не говори мне об этом. Правда? Как интересно. Это ужасно. Правда? Как интересно. Он почти не отдыхает. Мой муж думает по-другому. Он не может угодить всем. Я не верю в это. Он слишком много болтает. Ему лучше заткнуться. Я не верю в это. Я слышала другое. Он не может угодить всем. Правда? Как интересно. Ему нельзя доверять. Ему нельзя доверять. Все будет только хуже. Все об этом знают. Ему нельзя доверять. Не говори об этом никому. Кто это сказал? Я всегда не договорился. Узнец-наемник Беннетт, вероломно убивший паладина Лотара, объявляется проклятым от имени Иноса. Он приговорен к смерти через повестание. Тебе что, не выдали доспехи? Тогда пойди и найди их. Эй, ты! Я пришел получить награду за преступника. Узнец-наемник Беннетт, вероломно убивший паладина Лотара, объявляется проклятым от имени Иноса. Он приговорен к смерти через повестание. Как ты попал за решетку? Эти свиньи схватили меня и бросили сюда. Говорят, что я убил паладина. Но я не делал этого. Они хотят оклеветать меня. Зачем бы им это? Откуда мне знать? Ты должен вытащить меня отсюда. Поговори с лордом Хагеном. Проломи стену. Ну, я не знаю. Сделай же что-нибудь. У них есть доказательства против тебя? Говорят, есть свидетель, который опознал меня. Ты знаешь, кто этот свидетель? Нет. Я знаю только, что он лжет. Кто ведет расследование? Сам лорд Хаген. Так как был убит один из паладинов, это дело подпадает под закон о военном положении. Что это означает? Это легко предположить. Если меня не вытащить отсюда, то я буду повешен без долгих разговоров. Ты должен помочь мне, или начнется война. Ли не оставит это просто так. Ты сам понимаешь, что это значит. Кто был убит? Понятия не имею. Один из паладинов. Я не знаю, кто. Ты знаешь имя? Какой-то лотар, по-моему. Ну, я не знаю, я не уверен. Тебя лучше спросить лорда Хагена. Ему известны все детали. Что произошло? Я пошел в нижнюю часть города с Ходжесом, чтобы купить кое-что для наших парней. Неожиданно мы услышали громкий крик и звук топота убегающих ног. Давай к делу. Мы сразу поняли, что-то случилось. И нас тут же схватят, если застанут там. И мы побежали. А затем, когда до городских ворот оставалось уже совсем немного, я споткнулся и повредил колено. А дальше все просто. Стражники тут же накинулись на меня и бросили за решетку. Мы, солдаты, сражаемся за короля, так что лучше бы тебе надеть его доспехи. Приговор будет проведен в исполнение в ближайшие дни. Эй, ты! Эй! Ты тот парень, что написал жалобу на Кантера-торговца? Много людей приходило, чтобы похлопотать за него. Уважаемых людей. Должно быть, произошло какое-то недоразумение. Такое бывает. В будущем тебе стоит тщательнее выбирать, кого ты хочешь упечь в тюрьму. Что ты можешь рассказать мне об этом квартале? Это казармы. Куда ты хочешь попасть? Спасибо. Именно... А что насчет Беннета, Кузнеца? Ты имеешь в виду этого наемника? Он сидит за решеткой, где ему самое место. Могу я поговорить с ним? Конечно. Но если ты попытаешься помочь ему бежать, ты окажешься за решеткой рядом с ним. А что ты имеешь в виду этого... Могу я? Конечно. Солдат должен носить доспехи Королевской Гвардии. А ничто попало. Так что тебе следует переодеться. У тебя нет оружия получше для меня? Хорошо, что ты спросил. Нам досталось несколько очень хороших клинков от наемников Анара. Они им больше не понадобятся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, возьми. Эй! Эй! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты можешь сделать пророчество? Да, время ушло вперед, и я могу сделать еще одно пророчество, если у тебя найдется несколько монет. Сколько? За какие-то 250 монет я рискну заглянуть для тебя в будущее. Расскажи мне о будущем. Хорошо, о сын знаний. Я сейчас войду в состояние транса. Ты готов? Ты должен пробиться. Это суждено только тебе. Сквозь огонь и снег, сквозь лед и пламя, люди в странных доспехах. Болото, ящеры, они ждут тебя. Это все. Больше я ничего не смогу видеть. Ты можешь дать мне еще одно пророчество? О, сын загадочного будущего! Сейчас я не в силах приподнять завесу времени. Только когда время подаст мне очередной знак, я смогу помочь тебе еще раз. А когда это будет? Когда будущее станет настоящим, и ты продолжишь свой путь. Слушайте, жители Хориниса, по прямому указанию доступчиво... Все об этом знают. Я сам никому неинтересно мое мнение. Только Ина знает, что правильно... Эй, ты! Это действительно... Подожди минутку. Есть новости? Много я видел таких людей, как ты. Вы просто не знаете своего места. Мне стоит поговорить с губернатором об усилении мер безопасности в Верхнем Квартале. Он сам бы никогда не додумался. У меня нет времени на это. Я сам не лучшая. Корнелиус солгал. Откуда тебе это известно? Вот. У меня его дневник. Все в нем. Ах, гнусная мразь! Перед лицом новых доказательств мне не остается ничего другого. Властью, данной мне королем и церковью, я провозглашаю, что с заключенного Беннета снимаются все обвинения, и он подлежит освобождению. Корнелиус должен быть немедленно посажен под арест за лжесвидетельство. Твои дела спасли нас от бесчестья. Я хочу поступить на службу в орден. Хорошо. Ты доказал, что у тебя есть мужество, опыт и знание, чтобы служить Инносу. Твои дела свидетельствуют о том, что у тебя чистое сердце. Если таково твое желание, наш орден с радостью примет тебя. Я готов. Тогда так тому и быть. Много людей вступило на этот путь и отдало свои жизни во имя Инноса. Ты клянешься, что твои дела не опозорят их честь и будут прославлять Инноса. Клянусь. Тогда отныне ты принадлежишь к нашему братству. Я произвожу тебя в воины Инноса. Я даю тебе оружие и доспехи рыцаря. Носи их с гордостью, рыцарь. С этого времени, благодаря твоему рангу, ты будешь иметь доступ в монастырь. Альбрехт научит тебя магии. Иди и поговори с ним. И, конечно же, наши казармы в верхней части города всегда открыты для тебя. Я ищу мастера мечника. Да? Считай, что ты нашел его. Приступим к обучению. Тебе нужно больше, чем я в состоянии научить тебя. Как ситуация? Я должен найти способ спасти эту экспедицию. Мы должны сделать что-то с драконами. Возможно, глаз Инноса может спасти нас всех. Солдат! Что на тебе надето? Переоденься и немедленно. Эй, ты! Эй, ты! Эй, ты! Эй, ты! Эй, ты! Эй, ты! Это не секрет. Он узнал это не от меня. Я слышал такое. Эй, ты! Эй, ты!